Я расскажу сегодня про диагностику нефтегазовых трубопроводов с помощью машинного обучения. Про себя у меня вот нет этого слайда самопиара, но в двух словах, что я успел поработать в разных промышленных компаниях и сейчас занимаюсь тем, что на аутсорсе делаем проекты в промышленности в основном, но не только. Соответственно, один из подобных проектов как раз сегодня и затронем. Давайте начнем вообще с проблем. Немножко про доменную область. Мы говорим про нефтегазовые трубопроводы. Это абсолютно разного диаметра и разные длины трубопроводы. Бывают от 200 миллиметров до полутора метров в диаметре. И это сотни тысяч километров. И их как-то надо диагностировать. Почему их надо диагностировать? Ну, во-первых, бывают разливы нефтепроводов. Если у нас тысяча километров трубопровод, то очевидно, на нем дефекты, проблемы, что-то может лопнуть, разливы. Это плохо не только экономически, но и для окружающей среды. Это действительно большая проблема, как устранять, если это где-то далеко в Сибири и так далее. Во-вторых, есть формально большие затраты на ремонт, на запасные части, на простое, есть штрафы и так далее. Соответственно, вот здесь есть цифры для понимания, что это число, что это 3 миллиона рублей в день на устранение прорыва трубы. Помимо этого, их надо диагностировать, и их диагностируют. Но есть проблемы с этим связанные, что сейчас недостаточно диагностики, потому что, вот, например, больше половины прорывов трубопроводов происходит на трубопроводах малых диаметров и малой длины. Соответственно, их диагностируют гораздо реже, чем какие-то длинные, вот эти сложные, большие трубопроводы магистральные. И, во-вторых, почему еще диагностировать не всегда хорошо? Потому что дорогая и долгая ручная обработка данных диагностики. Мы с этими данными сейчас познакомимся, увидите, что это действительно не всегда все хорошо. Это занимает, вот, выпуск какого-то отчета может занимать около двух месяцев, и стоит за 10 километров трубопроводная диагностика, вот, обработка данных – 200 тысяч рублей. О чем мы говорим? Что такое внутритрубная диагностика? Наконец-то картинки пошли. Вот у нас есть робот-дефиктоскоп. Он ездит, значит, по трубе, воль трубы, и собирает данные о магнитном потоке в трубе. Не будем говорить о технологии, это можно почитать. Есть классные статьи, которые очень хорошо это объясняют. Но суть в том, что у нас в результате получаются вот такие рисуночки. Это магнитограммы, это диаграммы, представленные в цвете. На самом деле у нас получается огромный, по сути, временной ряд, ну, то есть огромная таблица, которая… У нас есть 64 датчика, это 64 признака. И несколько тысяч километров с дискретизацией раза 2 миллиметра. Есть вот огромное такое полотно, таблица данных, которые говорят о магнитном потоке по всему периметру трубы и по длине. Надо вот эти данные как-то предобработать. Просто визуально как они выглядят, такая развертка. Вот в 3D видите, как выглядят, например, швы. Два шва, здесь посередине дефект. Ну, и вот как это выглядит на такой диаграмме. Какие-то там разные ответвления. Это два разных участка. Есть ответвление, есть швы, есть утолщение и так далее. Ну, соответственно, допустим, мы решаем проблему, у нас запустили этот робот, нагенерили кучу этих данных, и надо с этими данными теперь что-то сделать. Помните, что это дорого и долго их обрабатывать полуавтоматизированными методами в лаборатории, где сидят люди, отсматривают. У них есть некоторые там признаки, и они потом все равно отсматривают очень много данных и занимают это 2 месяца. Поэтому мы поставили две задачи. Первая задача, связанная с ML, это вообще гипотеза, можно ли автоматизировать процесс анализа магнитограмм с помощью ML. Ну, вообще есть научные статьи, которые доказывают, что можно решить часть задач, но там есть несколько задач, и все из них решены с помощью машинного обучения. При этом некоторые решены такими, кажется, не очень хорошими способами, классическим ML, когда он там не дает достаточное качество и так далее. Во-вторых, выражены проблемы с данными. И в научных статьях тоже про это почти не пишут, что вообще-то есть куча проблем с данными, и с ними надо что-то делать. Показывают красиво магнитограммы, как я вам сейчас показывал, и говорят, что вот на этом все хорошо редактируется. Но на самом деле в реальных данных есть проблемы, тоже сейчас вам все это покажу. Ну и вторая задача, это необходимо не просто машинное обучение, а бизнесу необходимо какое-то приложение, куда он может загрузить данные, нажать там на две кнопочки, и у него будет какой-то результат, ну, в идеале. Такое, конечно, не совсем достижимо, но нужна перепроверка людьми, ну, примерно такая суть. Вот о чем идет речь. Поговорим про исходные данные для задачи. У нас были данные, это там около 4 миллионов, в общем, есть несколько прогонов вот такого робота-дефектоскопа по трубам, и вот один из этих прогонов, это такой получился датасет на 4 миллиона строк, 64 признака, потому что 64 датчика по периметру, длина трубы при этом 15 километров, и то есть это небольшой такой участок трубы, и количество дефектов на этом участке, размеченное в лаборатории, это 700 штук, и, наконец, там 1400 швов. В общем, нам вот, кажется, уже ставится какая-то задача, что есть 700 дефектов, 1500 швов, есть там сколько-то сэмплов, надо в этих сэмплах найти швы, дефекты и так далее. Ну, есть несколько классов данных, как я уже сказал, это нормальная труба, то есть все вообще хорошо. Есть дефект, когда у нас там вот видно, что что-то отличается. Есть шов, который, по-моему, всему, получается, периметру виден. Есть там еще дефектный шов, но это такая более сложная задача, потому что совсем мало данных. Соответственно, есть размеченные магнитограммы со всеми швами, со всеми отводами и другими конструктивными элементами. И есть журнал дефектов. Но, опять же, важно понимать, что это все заполнено людьми, есть там куча проблем, ручной ввод, и, соответственно, все не до конца достоверно. Давайте о проблемах данных. Так как реальные промышленные данные, они всегда содержат проблемы, и обычно проблем много, и 70% проекта может уйти спокойно на предварительную обработку данных, и если вы успели потом линейную регрессию прикрутить, то вы уже большие молодцы. И она, если вы хорошо поработали с данными, может выдавать отличное качество, ну, как пример. Но у нас задача немножко другая, ну, про проблемы все равно скажу. Во-первых, проблемы с разметкой. Начало отчета в журналах, начало отчета в данных у робота, они отличаются. Очевидно, что это надо было в первую очередь свести, чтобы мы смотрели, и разметка была соответствовала данным. Во-вторых, даже когда мы это сделали, часть разметки все равно была неверной. Соответственно, вот видно, что у нас на несколько миллиметров могли смещаться спокойно дефекты относительно разметки, и мы написали несколько простых там функций, чтобы поправить, подвигать вот эти координаты дефектов. Ну, как правило, это там до нескольких сантиметров были ошибки в разметке. Ну, а для нас, у нас там на одной картинке около сантиметра, то есть мы могли промахнуться, когда мы нарезаем датасет из картинок. Вообще, для задачи сегментации нам нужно не только обнаруживать дефекты или швы, а еще сегментировать, то есть определять размер. Это очень важная задача, чтобы понимать, что не так, когда, какой остаточный ресурс у трубы и так далее. То есть насколько большой дефект. Для этой задачи вообще нет размерки, сейчас эта задача не решается такими способами, поэтому мы вручную размечали там несколько сотен картинок, то есть разметили, сделали маски и, соответственно, потом обучали на этих масках. Ну и, наконец, недостаток данных, типичная проблема. Вот можно посмотреть, какую агментацию мы делали, что у нас было, мы в несколько раз увеличили количество картинок, что у нас проблема в основном по количеству данных были с швами и с дефектами. Мы не стали трогать обычные нормальные данные. И, соответственно, можно посмотреть, какие способы агментации мы выбрали. Очевидно, что если у нас есть шов, то шов должен быть всегда перпендикулярен направлению движения. Соответственно, нам нельзя аугментировать шов, чтобы он стал вдруг параллелен направлению движения, то есть повернулся на 90 градусов. Ну, такую физичную, очевидную вещь мы учли. Вот. Поломки датчиков. Вот это самая большая проблема, о которой никто даже в литературе особо не пишет. Вот у нас было такое, что пару блоков датчиков просто перестали работать в какой-то момент времени. И, соответственно, были вот такие полосы горизонтальные. Вот эти горизонтальные полосы просто нулевые значения в данном масштабе. То есть просто датчики не работают. Соответственно, если дефекты расположены на краю этой области, то они не детектировались. Мы это обнаружили, и мы поняли, что надо как-то заполнять, то есть не просто брать данные, как есть, и использовать, и на них какую-то самую простую сетку использовать. Мы попробовали разные варианты заполнения. Тоже здесь есть пять вариантов. Нулем. То есть оставляем, как есть, по сути. Дальше какими-то средними по столбцам, средними по картинкам, интерполяции и так далее. Что мы... Как мы моделировали? Ну, можно... Вообще есть стадия научная, где они смотрели разные предобученные сетки, и, соответственно, они показали, что какие-то другие архитектуры, они не выдают лучшее качество, чем предобученные и потом там дообученные нескольких данных сетки. Поэтому мы смотрели на такие, ну, условно, соты. Там нет каких-то очень сложных сетей, потому что проект промышленный, да, там есть какие-то варианты, это там двуслойные конволюшнные сетки. Мы взяли какую-то пятислойную, попробовали разные варианты там нормализации признаков и так далее. То есть так как это промышленный проект, глубоко в ресерч тут не уйти. В общем, что у нас получилось? У нас получилось там 95% точность по классам среднее. По классу у нас есть два варианта сравнения. Первый вариант, первая таблица – это сравнение, когда мы детектируем нормальную картинку или это дефект или шов. То есть мы все остальное относим вот к аномальной картинке, дальше разбираетесь, отдаем это, не знаю, бизнесу, профессионалам, они дальше разбираются, а что там дефект, шов, что-то дефектный шов и что-то еще. Соответственно, такая задача решалась там для двух классов видно с какой точностью. И вторая задача – это многоклассовая классификация, когда мы все-таки старались разделить отдельно дефект, отдельно шов, отдельно нет дефекта. Можно ставить еще на больше классов, я уже говорил, что есть их больше, но там совсем мало данных, даже наугментировав, там получается не очень хорошее качество. Надо дособирать данные и, соответственно, по-другому заново решать задачу на большем числе классов. Вот здесь видно, что уже похуже, дефекты, например, всего 76% точно детектируются, а вот швы и нормальные вполне себе хорошо. Ну и вторая задача – это, по сути, задача обнаружения дефектов, то есть мы обнаруживали дефекты, швы, задача детекции. И вторая задача – это сегментации. Здесь мы взяли обычный UNED и ничего не выдумывали, просто использовали UNED, получили вполне приемлемое для бизнеса качество, там можно тюнить еще, но для бизнеса в первом приближении было вполне отлично. Давайте сравним, наверняка это кто-то делает, правильно? Наверняка есть уже системы и прочее. Я уже говорил, что этим занимаются специальные лаборатории, которые берут и вручную, зачастую, ну полуавтоматизированно отсматривают достаточно много данных, это занимает много времени по этому. Вот если мы посмотрим на вот эту табличку, это данные внутренних отчетов разных компаний, вот первое, это ВТД, это внутритрубная диагностика, видно, что какое качество достижимо, то есть выявление дефектов и еще выявлено, верно идентифицировано. Вот верно идентифицировано, это как раз надо брать из задач сегментации, потому что дефекты от размера, они относятся к разным классам, то есть это по сути задача классификации. Ну вот задача детекции, это красненьким, видно, что там лидер 77 процентов. Важно понимать, что мы совсем можем с ними сравниваться, у нас разные по сути бенчмарки, потому что у них был бенчмарк, это какой-то кусок трубы, было такое соревнование условное, промышленное, и у нас не было данных, вот тех данных, на которых они проверяли, валидировали и так далее. У нас все-таки были данные совсем с другой трубы, с реальной тоже, но с другой. ну видно, что какое качество достижимо, что там зарубежный аналог дает 90 процентов, наш алгоритм с предварительной обработкой и так далее дал 95 процентов. Что здесь еще важно? Важно сказать, что мы провели разные эксперименты по вариантам заполнения, по вариантам оцентрировать дефект на картинке или не центрировать, то есть какую-то предобработку еще делать, дальше как нормализовать, на всем ли бета-сете делать минмакс нормализацию или на каждой картинке делать отдельно. Ну и тут можно посмотреть на разные варианты, например, нормализация по картинке дает лучший результат. Здесь, наверное, все. Из интересного я все рассказал. Давайте теперь ко второй задаче. Вторая задача, нужно взять этот сервис, эту модельку и как-то ее обернуть, как-то сделать ее полезной бизнесу. Для нас это здесь было хорошо, не нужно особо никуда интегрироваться, потому что вот данные с робота, это формально, это такие данные на флешке, там, чуть ли не все в своей формате выгружены, их можно прям брать и начинать с ними работать. Их нужно дополнительно предобработать, там, какой-то ETL-процесс, там, совсем базовой предобработки нужно сделать для того, чтобы разметить датчики, соотнести, там, начало координат и прочее. Но формально там почти нет предобработки, они поступают в том виде, и мы можем сразу засовывать их в алгоритмы машинного обучения практически сразу и работать с ними. Соответственно, мы решаем две задачи, решаем две задачи, при этом у нас есть три таких, что нам нужно сгенерировать. Нам нужно сгенерировать отчеты по нужной форме. Вот форма более-менее унифицирована, но вообще у всех компаний она чуть-чуть отличается, поэтому там, эти формы в целом, это требования компаний, по какой-то отчет, по какой-то форме, в какую-то табличку мы все вставляем, и все это красиво рендерится. Дальше это аналитическая панель и диспетчеризация, соответственно, какой-то веб-сервис, ну и просто сервис с, соответственно, результатами аналитики, с прошлыми аналитиками и там с какими-то разметкой, с диспетчеризацией, то есть что, как, на каком статусе сейчас, куда, возможно, нужно отправить бригаду или что-то еще. Вот, соответственно, такой сервис мы тоже разрабатывали для того, чтобы модель была не просто сама по себе. При этом этот сервис работать может он-премисис где-то далеко, не знаю, в Тайге или где-то еще стоять на каком-то локальном сервере в закрытой сети и ему не нужен там доступ в интернет, вставляя флешку, уже данные и какой-то отчет уже будет генерироваться. Соответственно, чуть-чуть сейчас подытожу. Мы поговорили про решение задач обнаружения дефектов, поговорили про решение задач оценки размера дефектов, то есть задач сегментации. На самом деле это не все задачи, которые ставятся. Еще ставятся задачи оценки глубины дефектов. Почему я про нее не говорю? Потому что она как раз решается довольно классическими на, по сути, как табличные данные, довольно классическими способами от линейных регрессий до градиентных бустингов, дает вполне неплохой результат и линейная регрессия после какой-то препроцессинга. Мы эту задачу тоже решали, но там ничего интересного. И, наконец, оценка остаточного ресурса трубопровода. Эта задача так вообще, она не ставится в терминах никакого машинного обучения. эта задача рассчитывается по формуле, куда на вход просто подаются результаты решения прошлых трех задач. То есть, мы знаем дефект, мы знаем, что он деградирует за два раза, его размер увеличился в два раза, мы это подставляем все в формулку, считаем остаточный ресурс. Конечно, в идеале можно собрать данные и считать остаточный ресурс трубы тоже с помощью машинного обучения, например, но сейчас это вообще никому не нужно. Еще дальнейшие шаги. Вот то, как я сказал уже, что в зависимости от размера и там от формы дефекта можно классифицировать дефекты. Соответственно, ну здесь ничего сложного, нужно написать какие-то правила, пока такой задачи не было, можно написать правила простые и классифицировать дефекты в зависимости от уже решенной сегментации, ее положения и так далее, и так далее. Также, вот, соответственно, все эти правила есть по сути в этой табличке, что парадольная канавка, что поперечная, что язва и так далее. Поэтому в целом тут в задаче ничего сложного нет. Ну и можно точно так же решить задачу остаточного ресурса, про которую я упомянул, но такая задача, правда, не остается. Все. Спасибо за внимание. И теперь я тут минутка самопиара. Поддерживаем традицию. Можете подписываться на мой телеграм-канал. Я пишу про машинное обучение в промышленности в основном, но про временные ряды, обработку данных и много-много всего вокруг вот этой области. На этом точно все. Спасибо. Можно такой вопрос? Я правильно понимаю, что у вас бизнес-модель, вы делаете, в общем-то, за те же самые 200 тысяч рублей за 10 километров, но делать это быстрее? На самом деле здесь есть вариант и снижать стоимость, потому что на самом деле это стоит гораздо ниже. Но да, по сути, мы делаем это гораздо быстрее. То есть мы по-прежнему не убираем человека из процесса, чтобы все было честно, достоверно. Но это не два месяца, а до недели просто просмотреть глазами и доразметить вопросительные случаи. В среднем два-три вопросительных случая, которые занимают в течение дня доразметить. Ну и стоимость, это может быть в четыре раза почти на порядок меньше стоимости. Добрый день, Юрий, спасибо. Интересно было. Вопрос такой, вот использование этого робота, оно на 100% помогает оберечься от проблем с трубопроводом? Или это просто вещь, которая там на 50% спасет, но 50% рванет? Ну, часто, я соответствую чуть-чуть еще, начну с более широкого, часто действительно вот эти детекции, задачи решения детекции, они ведь реально не помогают. То есть, ну, определил ты, что что-то не так с оборудованием, но и что с этим делать, не всегда понятно, бывает это слишком поздно, определено. И действительно, часто это какое-то машинное обучение ради машинного обучения. Но вот в данном случае вот этот весь в комплексе метод диагностики, он помогает так, что если ты его достаточно часто запускаешь, там, на важных участках трубопроводов, их запускают раз в полгода, то ты, во-первых, успеваешь отследить все зарождающиеся дефекты. То есть, здесь почти не бывает кейсов, когда дефект, когда прорыв случается моментально. Почти не бывает такого. поэтому очень часто прорыв или какая-то течь это деградация какого-то дефекта в течение длительного времени. И вот проблема, если ты два года не отслеживаешь какой-то участок трубы, а там зародился дефект, ну, за два года он прокорродировал, что-то там, давление где-то поднялось, его чуть-чуть раздуло. Вот в таком случае, если ты гораздо чаще будешь запускать, то ты будешь успевать отслеживать эти дефекты, успевать отслеживать их деградацию. И если ты успеваешь отслеживать деградацию, ты можешь предотвратить, соответственно, отправить в критичный момент, заменить кусок трубы вместо того, чтобы потом разбираться. То есть, да, действительно, это может помочь, но здесь, вот, если удешевить этот способ, то можно запускать почаще, вот на это все и нацелено. Ну, спасибо. И еще вопросик. Цитата такая была. Так как это промышленный проект, то тут нельзя проводить глубокий ресерс, да? Почему нельзя? Это не обоснованно? Да, обычно глубокий такой ресерс, это все-таки много денег стоит и большое время занимает. Поэтому обычно промышленные проекты ограничены, ну, так, по опыту, там, от 3 до 6 месяцев какой-то пилотный проект, если ты за 6 месяцев крайне выдал какой-то результат экономически оправданный, то твой проект, скорее всего, закроют. Потому что никто, мало какая компания, особенно в России, которая просто, по сути, жечь деньги и надеется, что что-то получится. При этом, чтобы это было оправдано, но это должно что-то хорошее получиться. Есть, понятно, компании в мире, и вообще, наверное, сейчас все лидеры в мире по ресерчу это компании коммерческие, это не научный институт, это все известные нам компании. Но они понимают, зачем они это делают, у них есть деньги, чтобы это делать. В промышленности такой картины точно нет. Ресерч промышленных данных, это удел институтов и почти никогда не удел промышленных компаний. Это почти экономически там не оправдывается. Жалко. У меня такой вопрос, а вы полспозитив с ней разбирали руками? Разбирали руками, конечно, я то, что показал один слайд, это там итеративный процесс, что мы сначала запустили, поняли, что что-то не так, поняли, что надо предобрабатывать, есть краевые случаи вот на этих, где нет, например, датчиков. Ага, вот тут и решили эту задачу. Вроде стало меньше каких-то отнесений не к тому классу, заново запустили, посмотрели еще, и картинки были не так нарезаны, мы центрировали, провели этот эксперимент, это тоже, вот все false positive, когда мы разбирали, мы приходили к какому-то, ну, соответственно, ага, давайте тогда подвинем картинку, ага, а давайте что-то заполним, ага, давайте еще что-то сделаем. Так что разбирали, про финальные, вот финальное решение, я не скажу, что там с false positive, но там часто, я точно знаю, что мы очень плохо детектируем, там 75% почти, да, дефектов, если на многоклассовую классификацию, но почти все из них относятся, например, к ашву, просто поэтому задачи там бинарной классификации получше решать, чуть больше данных дадим доразметить специалисту, больше времени займет, но зато задачу решим точно, очень качественно, там 97% дадим, вот, но что-то пока более такое не отвечу. Окей, то есть у меня просто поинт был в том, что можно было разметку поправить. Конечно, конечно, мы вот и всю разметку мы правили, мы так и сталкивались, мы такие, а давайте, ну данные хорошие, нам все дали, сейчас все заработает, мы тут сразу конволюшно, какую-то простую архитектуру, ничего не работает, интересно, почему, и вот так, вот так дошли до какой-то точности, при этом мы еще пробовали, я не знаю, может кто-то хотел задать этот вопрос, я сразу отвечу, мы пробовали еще выделять признаки, то есть мы почитали умные диссертации, нам некогда заниматься ресерчем, но очень есть умные люди, которые этим занимаются уже давно-давно, соответственно, в диссертациях разбираются в том числе классические подходы, когда берут просто признаки, эвристики, выделяют, ну например, отношение на каком-то участке, отношение минимума к максимуму и наоборот, то есть какие-то эвристики, какие-то признаки вручную сгенерированные, и на этом мы пробовали, у них есть совсем эвристики, которые выходят на диагноз, а можно нагенерировать такие признаки, попробовать обучать модели машинного обучения, какие-нибудь простые бустинги, классификация, вот у нас есть просто вектор признаков и есть ответ, у нас получалась точность порядка 75%, то, что я показывал, например, у коллег, вот 77, вот у нас классических алгоритмов, я не знаю, что у них, я знаю, что пару лет назад компьютерное зрение к этой задаче в России только планировало применять одна из компаний, все остальные решали, ну, скорее всего, какими-то классическими способами, эвристики и так далее, поэтому мы получали, например, подобную точность и никак вообще не могли вылезти выше, пока просто не поставили задачу по-другому. Спасибо. Ответил на два вопроса, хотя задали один. И еще раз большое спасибо, что разрулили техническую проблемку, вот, но сейчас там вопросов нет, вот, поэтому можно сказать, что официальная программа, вот, потихонечку подходит к концу. Можно еще раз поаплодировать Юрию. И всем спикерам, спасибо большое. И всем спикерам, и за себя, и за того парня. Хотел бы еще раз поблагодарить и спикеров, и участников, вот, все, кто сегодня пришли послушать на первой из серии, скольки, восьми оффлайнов DataFest 2023 года. Оффлайны продолжатся, и выступления по разным секциям тоже продолжатся, то есть будет ML в производстве и живьем, и в онлайне, немножко спейшел-чате, как и CB, и NLP, которые сегодня были. Конечно же, еще раз огромное-огромное спасибо всей команде Российско-Армянского и Славянского университета, которые приютили первый день и открытие оффлайн распределенных ивентов. И также, кстати, Валя Малых, который всех нас свел, все сорганизовал. Вот. А на этом, я думаю, можно уже официально и трансляцию, и официальную часть программы заканчивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова